В эфире программа «Вопрос-ответ». Меня зовут Татьяна Цепелева. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о трудовых отношениях, об обязанностях работодателей надлежащим образом их оформлять, своевременно выплачивать зарплату, перечислять страховые и налоговые взносы заработников организации. Подробнее обо всем нам расскажет помощник прокурора Октябрьского района Ростова-на-Дону Кристина Гладченко. Кристина Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну расскажите, какую работу осуществляет прокуратура в части надзорной деятельности за соблюдением трудового законодательства? Органы прокуратуры в целях повышения результативности надзора за соблюдением конституционных прав граждан в своей ежедневной деятельности руководствуются приказом Генерального прокурора Российской Федерации номер 196 об организации прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав граждан и соответствующим приказом прокурора Ростовской области номер 144. Среди основополагающих прав граждан гарантированных Конституцией Российской Федерации, таких как право на жизнь, свободу, место жительства и передвижения, право на своевременную оплату труда является равноценной составляющей ядродемократического механизма государственного устройства. И право на своевременную оплату труда охраняется трудовым законодательством Российской Федерации. С одновременной гарантией свободы в выборе направления трудовой деятельности государство обязывает работодателя, будь то отдельно взятый человек, либо общество своевременно и в полном объеме производить оплату труда, не нарушая требования трудового законодательства. Не случайно право на реализацию своих возможностей через трудовую деятельность на особом контроле находится государство, а также надзорного органа прокуратуры. Ведь соблюдение трудовых законодательств является основным механизмом для реализации главного права человека – это право на жизнь. А что делать, если работодатель не платит зарплату совсем? Согласно статье 136 Трудового кодекса Российской Федерации, заработная плата работнику должна выплачиваться раз в полумесяц, а в день установлены правилами внутреннего порядка организации, трудовым договором, либо же коллективным договором. Невыплата заработной платы является нарушением требований трудового законодательства, и работодатель подлежит привлечению к административной, либо уголовной ответственности. Давайте подробнее поговорим, какие виды ответственности предусмотрены за невыплату. Как я сказала ранее, работник, который не выплачивает заработную плату, подлежит привлечению к административной, либо уголовной ответственности. Уголовная ответственность за несвоевременную выплату заработной платы свыше двух месяцев предусмотрена статьей 145 Приму Уголовного кодекса Российской Федерации. Субъектом преступления, предусмотренного данной статьей, является в обязательном порядке работодатель, то есть руководитель организации. Либо, если мы говорим об индивидуальном предпринимателе, то в этом случае будет выступать физическое лицо. В случае, если имеются нарушения трудового законодательства в части невыплаты заработной платы, однако состав преступления, предусмотренный статьей Уголовного кодекса, отсутствует, то такое лицо подлежит привлечению к административной ответственности. Так, статьей 5.27 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации предусмотрена ответственность от должностного лица за нарушение правил трудового законодательства в части выплаты заработной платы. И на такое лицо может быть наложен штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. В случае, если к административной ответственности привлекается юридическое лицо, то штраф будет составлять от 30 до 50 тысяч рублей. И в случае, если к административной ответственности подлежит индивидуальный предприниматель, то штраф будет составлять от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Также хотелось бы отметить, что привлечение работодателя к административной ответственности не отменяет привлечение его к уголовной ответственности. А что делать, если работодатель платит зарплату, но в конверте? В повседневной жизни мы часто слышим такие словосочетания, как черная, белая, серая заработная плата. Однако они не являются официальными, это уставившееся обозначение для формы выплаты денежных средств. Так, черная заработная оплата отличается от официальной, белой, следующим. Во-первых, при выплате официальной белой заработной платы, заработная плата работника не отличается от размера, установленного трудовым договором. В то время как черные и серые заработные платы, пусть это будет даже частично получение официальное, частично неофициальное, являются нарушением трудового законодательства. Статистика действительно показывает, что более 40% работников получали серую зарплату в 2020-2021 годах. На ваш взгляд, что движет людьми, когда они соглашаются на получение такой зарплаты? Безусловно, при получении серой и черной заработной платы доход работника немного выше, чем при официальном трудоустройстве. Вместе с тем, данный плюс все-таки является сомнительным, поскольку социальные выплаты не начисляются, и работник может рассчитывать исключительно на минимальный размер пенсии по старости. Следует отметить, что работники, получающие заработную плату в конверте, даже при наличии безупречной кредитной истории, достаточно проблематично получить денежные займы, а также визы, поскольку иностранному представительству, либо же банку, размер зарплаты может показаться слишком заниженным. Да, и кроме того, расчет отпускных выплат по листку нетрудоспособности производится с учетом официальной заработной платы. Не стоит забывать, что при конфликте с работодателем работник будет лишен части неофициальной выплаты, а при увольнении получит расчет, исходя из официально установленного заработка. А какие последствия получения таких выплат для работодателей? Для недобросовестных работодателей, стремящихся понизить размер уплаченных налогов и взносов, также предусмотрена ответственность. Ну, в первую очередь, это статья 123 Налогового кодекса Российской Федерации, невыпланение налоговым агентам обязанности по плате налогов и влечу за собой штрафы в размере 20% от НДФЛ, за срок в течение которого он должен был перечислить денежные средства в бюджет. Кроме того, предусмотрена административная ответственность, статья 15.11 Кодекса административных правонарушений. На данное лицо налагается штраф, а также может быть дисквалификация на срок до двух лет. Что делать, если вы столкнулись с зарплатой в конверте? В том случае, когда работник столкнулся с получением заработной оплаты в конверте, он может подготовить заявление и обратиться в следующие инстанции. Ну, в первую очередь, это Государственная инспекция труда по Ростовской области, в налоговую службу по месту регистрации организации, а также в органы прокуратуры по месту нахождения работодателя. Во избежание нарушения прав работников при трудоустройстве необходимо согласовывать с работодателем оплату условия труда, внимательно читать трудовой договор и знакомиться со всеми необходимыми документами. В случае, если работодатель решил выплачивать все же заработную плату в конверте, то работник должен написать письменный отказ, который необходимо довести до руководства, после чего работодатель должен принять определенные меры, то есть, соответственно, выплатить заработную плату официально, как это и положено законодательством. В случае, если мер работодатель не принимает, то работник может обратиться в инстанции, которая только что назвала. А может ли сотрудник предприятия не выйти на работу, если работодатель ему не платит зарплату? Статья 142 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случае задержки выплаты заработной платы работник может не приступать к своей трудовой деятельности и не выходить на рабочее время вместе с тем. С целью исключения привлечения лица к дисциплинарной ответственности работник должен в письменном виде уведомить работодателя. После этого работодатель должен, соответственно, принять меры для выплаты заработной платы, уведомить в официальном форме работника о том, что он обязуется произвести выплату в первый день его выхода на работу. Соответственно, работник должен приступить к своей работе. А может ли работник самостоятельно взыскать заработную плату с предприятия? Да, работник может взыскать заработную плату с работодателя. Для этого ему необходимо обратиться в суд, то есть подать исковое заявление, а также заявление о выдаче судебного приказа. При этом обращение в суд о взыскании заработной платы работники освобождаются от уплаты каких-либо пошлин и судебных расходов. Исковое заявление о взыскании заработной платы должно быть оформлено в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Также следует отметить, что заявление работника о выдаче судебного приказа о взыскании заработной платы может быть подано и мировому судье, однако только в том случае, если сумма требований не превышает 50 тысяч рублей. В то же время прокурор может обратиться в суд в защиту интересов гражданина с исковым заявлением и заявлением о выдаче судебного приказа. Кристина Андреевна, от завершения программы куда обращаться горожанам, если нарушены их трудовые права? В первую очередь необходимо обращаться в Государственную инспекцию труда по Ростовской области, обращаться в налоговые органы, а также в органы прокуратуры. В завершении нашей программы, по традиции, что бы Вы хотели пожелать всем ростовчанам? В первую очередь хотелось бы сказать, что при трудоустройстве работник должен внимательно читать трудовой договор, знакомиться с иными документами организации. Ну и также никто не отменял разговаривать с другими работниками организации для того, чтобы выяснить все обстоятельства и перспективы развития указанного организации. Спасибо большое за такой полезный разговор и до свидания. До свидания. Это была программа «Вопрос и ответ». Меня зовут Татьяна Цепелева. До встречи в нашем эфире. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова